Вести Хакасия на канале Россия 24 в студии Елена Крылова. Здравствуйте. В Туиме девочки-подростки избили семиклассницу и сняли все это на камеру мобильного телефона. Во время драки девочка шесть раз теряла сознание. Сейчас она находится в республиканской больнице. У нее серьезная травма позвоночника. По словам врачей, в будущем она может привести к инвалидности. Старше из нападавших было 16 лет, двум младшим по 15. Серьезно разговаривать они отважились с семиклассницей. Избиение началось прямо в коридоре школы после последнего урока. Били, догоняли и снова били. Здесь от удара по голове Лера первый раз потеряла сознание. Я пыталась со второй поговорить. Говорю, может разойдемся, потому что мне сегодня, ну, то есть в тот раз уже хватило и может как-то по-хорошему. А она говорит, я по-хорошему не умею, то есть только разборками. Выяснение отношений продолжилось за зданием клуба. Девочки пригласили сюда Леру. Как она рассказала, две из них ее били, а третья снимала все на мобильный телефон. Причем она специально попросила его у кого-то из знакомых, чтобы качество видео было получше. И неизвестно, как долго продолжалась бы расправа, если бы все не увидела учительница физкультуры. Когда она приблизилась, Лера уже лежала без сознания, а девочки продолжали ее бить. За время драки Лера шесть раз падала в обморок. Уже при первичном обследовании врачи насчитали множество серьезных травм по всему телу. Среди них повреждения позвоночника. Хоть девочка и пытается выглядеть вполне бодрой, то, что произошло, может сделать ее инвалидом. По данным рентгенографии, заподозрить можно причинение вреда, средней степени тяжести точно можно, а больше может показать только специальное обследование. Для начала нужно госпитализировать, стабилизировать состояние, после этого возможно проведение дополнительных методов исследования. Вопрос такой, что нужно думать о последствиях в будущем, потому что ребенок маленький, если пропустить что-нибудь тяжелое, потом может оказаться в ходе инвалидизации. Зачинщицы драки знали, что делают, хотя бы потому, что выбирали, куда бить. Ни одного синяка на лице и на руках. По замыслу подростков, драка должна была остаться тайной для взрослых. Говорят, что запугивали, сказали, если ты маме расскажешь, мы тебе голову разобьем об бетонку. Во время драки никто из подруг за Леру не заступился, но их она не винит. У одноклассниц на то были свои причины. Они, наверное, растерялись. Первый раз такое было, и я не знаю. Может, и пытались, но, знаете, их как бы припугнули, сказали, что слухи пойдут по школе, и не хотели лезть, и, может, еще хуже сделать. Что касается родителей трех подростков, мама той, которая считается в компании самой крутой, откровенно недоумевает, что здесь такого. В проблеме разбирается инспекция по делам несовершеннолетних и местной участковой. Правда, последняя отмалчивается. Районное руководство запретило ему говорить об инциденте. Создается впечатление, что здесь признает свою вину за недосмотр и стыдится происшествия только школа. Мы всегда думали, что в нашей школе такого быть не может. И, конечно же, если бы мы знали, если бы мы знали, то такого бы не произошло, мы бы предотвратили. Сейчас Лера находится в республиканской больнице. Здесь врачи смогут провести полное обследование и назначить курс реабилитации. Что касается видео, которое одна из девочек снимала во время драки, подростки сказали, что испугались и удалили его. Елена Крылова, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Выпускники школ России сдали сегодня ЕГЭ по русскому языку. Первый из двух обязательных экзаменов. Для этого в Хакасии на базе школ были организованы 29 специализированных пунктов, куда сегодня пришли 990 человек – выпускников школ, студентов училищ и колледжей, православных гимназий. Экзамен длился 3,5 часа. За соблюдением законности в ходе тестирования следили 540 общественных наблюдателей. Минимальное количество баллов, которое нужно набрать для того, чтобы получить по русскому отметку удовлетворительно, 36. В прошлом году по России с этой задачей не справились 3% экзаменуемых. Опасения насчет русского языка у меня вообще нет. Я уверена, что я его хорошо сдам. Я готовилась все эти годы, все равно старалась. Получается, в 11 лет я все равно учила русский язык. Я считаю, что я знаю достаточно, чтобы поступить. Этот год станет для Хакасии годом грандиозных строек. Начало возведения сразу четырех миллиардных проектов. Запланировано на 2013-й. Это краеведческий музей, второй лечебный корпус, республиканская больница, перинатальный центр и поселок Новообразцово. Основная работа по контролю строек возложена на Министерство регионального развития республики. С главой ведомства Сергеем Новиковым моя коллега Татьяна Донцова встретилась в нашей студии. Интервью смотрите после выпуска новостей. Мы продолжаем. Сегодня в Устебакане состоялся очередной этап праймерис «Единой России». На внутрипартийном первичном голосовании члены партии и ее сторонники определялись с кандидатами на предстоящих 8 сентября в республике выборах. Тему продолжит Виктор Лушников. Устебаканская площадка стала 28-й с начала проведения праймерис. По результатам предыдущих этапов среди кандидатов на пост главы республики абсолютное большинство голосов у действующего главы региона Виктора Зимина. В своем выступлении он сделал акцент на развитии сельского хозяйства, поскольку Устебаканский район преимущественно аграрный, людям особо близка сельская тема. В частности, глава республики рассказал о развитии малых сел. В этом году там отремонтируют дороги, организуют с помощью выездных бригад медицинское обслуживание, а тем, кто держит коров, будут платить по 500 рублей в месяц на буренку. Виктор Зимин, отвечая на один из вопросов, пообещал восстановить сельским медикам льготы по ЖКХ, которые они получали в прежние годы. Перед выборщиками выступили также кандидаты в депутаты республиканского парламента. В ходе голосования были подтверждены результаты предыдущих праймерис. Во главе списка Виктор Зимин, глава парламента Владимир Штыгашев и руководитель профсоюза работников образования Любовь Барабанова. Я считаю, праймерис, конечно, в нашей стране должен проводиться, так как человек уже своим выбором о том определился и уже знал, за кого голосовать. Позиция всех ясна. Кандидаты у нас, я считаю, достойные. Виктор Лушников, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Жилищная инспекция Хакасии советует поторопиться тем, кто хочет принять участие в конкурсе на самый страшный подъезд. Напомним, ведомство составляет антирейтинг. Конкурс задуман для того, чтобы привлечь недобросовестных коммунальщиков к ответственности. Жилищная инспекция предлагает жителям Хакасии присылать фотографии своих подъездов на почту ведомства. Заявки принимаются до 28 мая. Претендентов на победу в списке уже 26. Большая часть из них расположена в Абакане. Два в Сорске, один в Черногорске и один в Черемушках. Самый неприглядный из них назовут 31 мая. Гидрометцентр Хакасии предупреждает. В ближайшие сутки на территории республики ожидаются заморозки. В отдельных районах температура опустится до минус 2 градусов. Такие неблагоприятные погодные условия могут вызвать гибель сельхозкультур. Подробный прогноз синоптиков смотрите сразу после выпуска новостей. А я с вами прощаюсь. Берегите себя.